В этом году должны быть расселены все аварийные дома, которые были признаны таковыми до начала 2012 года. Сейчас в Долгушино продолжается строительство трех объектов для переселенцев. Но количество аварийных домов в областном центре растет. Какие планы администрация города строит на дальнейшее обновление города и строит ли вообще, узнавала Ирина Сырцева. Домно-коллективный 72 относительно не старый, всего 30 с небольшим лет. Но последние пять из них он официально аварийный. Правда, аварийность эту его жильцы прячут как могут. Например, переклеивать обои в квартирах приходится каждый год. С самого момента постройки здание, что называется, ходит. Построен дом был на болотистой почве. Его фундамент сильно разрушен, рассказывает Галина Годяева. Это видно, например, по наклону пола, что радует, пожалуй, только маленьких внуков хозяйки. Вместо горки пол используют в прихожей. Да, я говорю, уклон очень большой. Я говорю, всё. И я единственное боюсь, что там вот у нас нет бруса-то под низом. Так я говорю, и ночью, бывает зимой, когда такой треск, я думаю, как бы не обвалилось ничего. Ещё хуже ситуация на первых этажах. Под полом Татьяны Ольковой в тёплое время года – настоящее подводное царство, жители которого периодически выходят на сухой берег. Вылазят червячки всякие, бушучки, вот, у нас две кошки, так они даже дерутся. В 2011 году соседи подали документы на признание дома аварийным. В 2012 его признали и планируют снести до 2020 года. А жильцам предложили уехать из этого дома в дома маневренного фонда. Чтобы получить временное и не такое опасное для жизни помещение, жильцам аварийных домов нужно прийти в свою районную администрацию, где им скажут, какие документы для приезда нужны. Дальше на жилищной комиссии эти документы рассмотрят и предложат варианты. Правда, гарантий того, что временное жильё не станет долговременным, нет. Да, у нас помного живут. То есть 11 лет – это нормально для времени? Ну, это, наверное, не совсем нормально, но живут по 11. И больше? И больше. Мы же, когда сюда приехали, мы все были молодые. Мы 30 с лишним лет здесь отжили, а теперь мы поедем умирать в этом переселенческом фонде. Пока жильцы 72-го дома на коллективной планируют оставаться в нём. Или до того момента, пока здание не рухнет, или пока их не переселят в новое помещение. А вот когда это произойдёт, будет ясно, как только сформируют бюджет для этого. В зависимости от объёма выданных бюджетных силований по следующему году, для этих целей будет, естественно, приниматься решение, в каком направлении будут реализовываться данные денежные средства. От финансирования же будет зависеть и то, будет ли муниципалитет выкупать квартиру у застройщиков или, как сейчас, строить целые дома для переселенцев. Ирина Сырцева, Александр Брызгалов, Бюро новостей Дайвича.